Всем привет! Мы, Настя и Данила, снова готовы рассказать вам о новостях культурных и спортивных мероприятий наступающих выходных. Они должны вам запомниться, а мы вам в этом поможем. Давайте же начнем! Завтра, 1 мая, праздник весны и труда. В этом году традиционной первомайской демонстрации не будет. Причина эпид-обстановка. Режим ограничительных мер продлен до 31 мая, но праздничное настроение горожанам создадут феерии водных брызг. 1 мая ровно в полдень сразу 17 фонтанов запустят в Ульяновске. Работу начнет и светомузыкальный фонтан на площади Ленина, и водные каскады на бульваре Новый Венец, а еще в парках и скверах областного центра. Также завтра в 14.00 ульяновский фотограф Наталья Великанова будет рада видеть вас в музее «Симбирская фотография» на открытии персональной выставки «Человек или природа». Посетителям будут представлены кадры, снятые во время поездок по Ульяновской области за последние три года. Главными героями фотографии стали природа и человек в своем взаимодействии. 2 мая в 17.00 ульяновский драматический театр представляет постановку «Ножницы». Спектакль ведет Надежда Синицкая. Предотвратить убийство вы не сможете, но найти виновного не смогут без вас. Добро пожаловать в салон красоты «Последний клок». Вам понадобится цепкая память и умение выводить мошенников на чистую воду. Кто мог покуситься на жизнь пожилой пианистки? Торговец антиквариатом, небогатая амбициозная красотка, местная дива с туманным прошлым или эксцентричный хозяин салона, который не в восторге от шумной соседки? Решать вам. Актеры же сделают все возможное, чтобы увлекательная интрига не была раскрыта до самого финала. С 2 по 13 мая в Ульяновске пройдет 7-й Симбирский губернский пасхальный фестиваль. Его площадками станут церкви Симбирской епархии, а также учреждения культуры и образования. Программа фестиваля 2 мая откроет концерт «Пасхальный благовест» в ДК «Губернаторский». Для школьников организуют конкурсы пасхальных рисунков и экскурсии в храмы. В библиотеках города в это время также организуют цикл книжно-иллюстрированных выставок. Здравствуй, Пасха, светлый день! Вся первая неделя мая насыщена спортивными мероприятиями. Я расскажу вам о некоторых из них. В рамках года детского спорта с 1 по 9 мая в Ульяновске пройдет первенство России по боксу среди девушек и девочек. К участию допускают спортсменики 13-16 лет в 13 весовых категориях. Планируемое количество участников в соревновании составит более 300 человек из 50 субъектов Российской Федерации. Место проведения – Фокарион, бульвар Львовский, 10А. Торжественное открытие соревнований состоится 2 мая в 17.00. Финальные бои пройдут 8 мая в 17.00. С 1 по 3 мая на базе Ульяновского государственного университета пройдет межрегиональный турнир по баскетболу, посвященный памяти Татьяны Выборновой, среди юниоров 2009 года рождения и младше. А с 3 по 7 мая в Ульяновской области пройдут финалы чемпионата школьной баскетбол-лиги КЭС Баскет. Приволжение федерального округа. С 3 по 6 мая в спортивном комплексе Педагогического университета пройдут отборочные игры среди команд девушек и юношей. Финальные матчи, а также торжественная церемония награждения призеров и победителей состоится 7 мая в спортивном комплексе Технического вуза. Матчи за третье место начнутся в 11.00. Время начала финальных матчей – 14.00. Матча друзей – 16.00. Церемония награждения пройдет в 19.00. 7 мая на базе спортивной школы Симбирск пройдет чемпионат Ульяновской области по дзюдо. Участниками соревнований станут более 200 спортсменов. С 6 по 8 мая в Чердоклинском районе на базе ФОК Колос пройдет 41-й всероссийский турнир по вольной борьбе Победы, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А на стадионе Симбирск в эти входные пройдет турнир по футболу среди ребят 2009 года рождения – Симбирск Кап. Игры будут идти в два тайма по 25 минут. Количество игроков на поле – 8 плюс 1. Футбольные баталии разгорятся и на стадионе Локомотив. Здесь с 30 апреля по 4 мая будет проходить турнир по футболу среди спортсменов 2008 года рождения. Для президентской футбольной лиги. 29 апреля по всей стране в большой прокат вышел фильм Тимура Бекбамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Фильм основан на реальной истории героя Советского Союза Михаила Девятаева. Летчик-истребитель попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор – вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь. А «Девятаев» выбирает третье – улететь и совершить самый дерзкий побег в военной истории. Картину, снятую при поддержке канала «Россия-1», уже оценили первые зрители. Предлагаем и вам в канун Дня Великой Победы посмотреть этот фильм. На этом у нас все. Надеемся, что информация была интересна и полезна для вас. Проведите эти выходные на позитиве. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин